Приветствую вас. Я думаю, что самым лучшим способом реагирования на вашу маму, на её такие проявления, можно назвать два момента, два основных аспекта, которые мне представляются наиболее эффективными, наиболее эффективными и наиболее такими. Могущими помочь вам сделать то, что вы, собственно, хотите сделать. Значит, первое, первое, это если вы будете её игнорировать. То есть, избегать её прямо не нужно. Ну, то есть, прямо говорить ей, что как-то меня достало там, что-то такое, вот этого, конечно, этого не нужно сделать. То есть, если она уж вам что-то говорит, да, то пусть говорит, если говорит, то пусть говорит, пусть это делает, вот. Ну, вы просто-напросто её стараетесь игнорировать. Вот. Просто-напросто игнорировать. Почему? Потому что она за счёт вас пытается решить свои проблемы. За счёт вас она пытается сбросить с себя весь негатив, который есть у неё. И, как вы сами понимаете, когда вы реагируете таким образом, как вы реагируете, у неё, в общем и целом, получается. То есть, у неё действительно получается добиться того, что она хочет. А хочет она слить негатив. Вот. Поэтому, я думаю, что здесь идеальный вариант, если вы просто её игнорируете. А либо, либо, если у вас нет такой возможности, да, то есть, если вы, ну, если вы не можете, вот, то со всем соглашать, соглашать. То есть, эээ, просто соглашаться со всем, что она говорит. Ей не нужно, чтобы вы с ней соглашались. Ей, скорее, эээ, нужно, чтобы вы спорились с ней, чтобы вы пытались, эээ, что-то доказать, чтобы вы как-то сопротивлялись ей, может быть. Вот это ей нужно. Понимаете? Вот. И, соответственно, если вы даёте ей то, что нужно, то она, она и будет к вам продолжать сцепляться. Ну, просто потому что. А чего бы нет? Почему бы нет? Если есть такой удобный способ сливать негатив. Вот. Это то, что касается данной ситуации. То, что касается данного момента. Далее. Вам следует изучить, обязательно следует изучить, эээ, треугольник Картмана. Потому что здесь вы находитесь в совершенно очевидной позиции жертвы. То есть вы полностью подчинены своей маме. Вот. Сделать вы с этим ничего не можете. То есть никакой ответственности за себя, за свою жизнь, за то, как она у вас выстраивается в вашу жизнь. Никакой ответственности за это вы не несёте. Вот. И это на самом деле, ну, здесь только означает, что вы не отвечаете за себя. Это позиция жертвы. И вам нужно, эээ, с одной стороны, определить, чем она выгодна, может быть, для вас, эта позиция. То есть, какую выгоду вы можете получать от этого, от этой позиции. Вот. И с другой стороны, нужно отслеживать от этого состояния и выходить из него. Вот. Далее. А, далее чувство вины идёт. Далее идёт чувство вины, где вы, а точнее в котором вы, эээ, ну, позиционируете себя как обязанную. Делать что-то для своей мамы. То есть, вы обязаны, эээ, там, для неё, эээ, вы обязаны её услышивать, вы обязаны, там, что-то ещё делать, эээ, такого типа. Вот. И это, конечно, очень, тоже показательно достаточно, потому что, ну, собственно, вопрос интересует, эээ, с чего вы взяли, что вы должны, там, для неё что-то делать, да? С чего вы взяли, что вы обязаны, с чего вы взяли, что вы должны её услышать. Откуда чувство вины? Вот. Откуда именно чувство вины? У вас. С чем чувство вины связано? От этого тоже нужно избавляться. То есть, одно дело, когда чувство вины функциональное, в данном случае, это когда вам наносится вред определенного рода, ну, какой, какой, какой-то вред. Вот. И другое дело, когда чувство вины эээ, эээ, эмоциональное, то есть, вы в этом чувство вины находитесь, и вы в нём, вы, по сути, из него даже не выходите из этого чувства вины. То есть, оно, оно у вас постоянно, и оно, как бы, вами управляет, оно, как бы, вами манипулирует, и оно, как бы, эээ, постоянно стимулирует вас к тому, чтобы вы, там, ну, я не знаю, чтобы вы, чтобы вы делали то, что нужно делать. Но не вам. Не вам. Не вам. А, вот, например, вашей маме, допустим. Вот. Тут нужно уметь говорить «нет». Уметь говорить «нет», уметь выстраивать свои личные границы. Значит, дальше, дальше. Так, эээ, может ли от нервов инсульт быть? Спрашиваете вы? Да, может, 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 от нервов быть инсульт? К сожалению, может, действительно. Эээ, от нервов инсульт, эээ, может быть, это, эээ, вполне вероятно. Вот. Вот. И до тех пор, пока вы не возьмёте ответственность на себя за свою жизнь, и пока вы не поработаете со своей самоцинкой, да? Вот. Ну, надо сказать, что ваша ситуация вряд ли изменится. Вот. Потому что, скорее всего, вы так и будете продолжать идти на поводу у своей мамы. Вот. Так вы и будете продолжать от неё зависеть, зависеть, опрятывая себя тем, что, вот, эээ, вам некуда от неё уйти. Вот. Что не является, эээ, правдой в прямом смысле этого слова, потому что вы всё-таки самостоятельный человек, вот, и от вас зависит, ну, если, если не многое, то, если не всё, то многое, вот. Но для этого нужно, эээ, значит, прикладывать усилия. Для этого нужно прикладывать усилия и стараться. Вот. А для этого, в свою очередь, нужно анализировать, эээ, ваш жизненный путь и то, как вы оказались. То есть, что, значит, мама живёт на стенке, по какой причине у вас нет мужчины, чем вы занимаетесь, да? То есть, ну, как у вас обстоят дела, эээ, с эээ, личной жизнью, вот, и так далее. Это вот, эээ, на самом деле, эээ, очень важные вещи, эээ, о которых я рекомендую вам подумать и о которых я рекомендую вам, эээ, задуматься и на которые, на которые, я рекомендую, я рекомендую вам обратить самое, самое, самое пристальное внимание, какое только можно, потому что это, самое, вот, то, что напрямую зависит от вас, это, то, что напрямую зависит от, эээ, вас и от того, как вы организовываете свой, свой быт, свою жизнь, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вот то, что вам можно ответить, вот, так можно вам, такой можно, можно вам дать ответ, эээ, исходя из того, что вы написали, вот, я, конечно, рекомендую вам индивидуальную работу, вот, с эээ, психологом по данному направлению, для того, чтобы личные границы проработать, как-то для того, чтобы самооценку поднять, чтобы, эээ, возможно, возможно, наладить личную жизнь, если, ну, если вы, если вы хотите этого, конечно, вот. И вот тогда, то есть, короче говоря, чтобы качественно повысить уровень вашей жизни, вот, вот так, грубо говоря. Но для этого нужно, чтобы вы, эээ, хотели этого, для этого нужно, чтобы у вас было, эээ, было желание, эээ, стараться, эээ, складываться, прилагать усилия какие-то, вот. А пока такого запроса у вас нет. То есть, вас, ваш, эээ, ваш запрос, он такого типа. Может ли, эээ, осуждиться инсульт от нервов. А то есть, у вас уже психосоматика проявляется достаточно сильно. Сильно. Вот это вас, как будто бы, ну, волнует не так сильно. Вот, отряд, потому что это ваше здоровье. Ну. Ну, можете почитать про созависимости, да, то есть, здесь вот нужно ориентироваться на то, что вы делаете для себя, на то, как много вы делаете для себя, на то, как часто вы себя, например, там, радуете, грубо говоря. Вот. Как часто вы себя радуете, как часто вы балуете себя, и всё, всё вот в таком, примерно, ключе, ключе. Вот. И вообще, исходя из этого, можно будет, эээ, что-то делать. Уже, исходя из этого, может, можно будет, эээ, что-то, что-то вам рекомендовать. Ну, опять же, опять же, опять же, опять же, опять же, как это всё видится мне, да? То есть, может быть, я ошибаюсь и всё совсем не так, но вот, как вы это обещали, мне, мне представляется ситуация именно такой. Вот. И обязательно обратите внимание на то, что у вас вина. То есть, вы, эээ, считаете, по-прежнему, по-прежнему, считаете, ну, или думаете, или считаете, что маме так мощно вам. То есть, это мне, вы сомневаетесь на эту тему. Вы сомневаетесь в том, насколько вы правильно себя ведёте. Ну, это абсолютно, ну, в какие ворота не лезет, если мы хотим, чтобы вы были счастливы. Вот. Тут нужно, вот, нужно ориентироваться на себя. И только на себя. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам хоть немножко. Ага. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и успешного разрешения вашей данной ситуации. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...